Продолжение следует... 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 Ну, я думал, по крайней мере, первый концерт Чайковского. Вот идиоты. Более того, самое страшное из того, что фильм начинается предварительной надписью, Саша. «Царская Россия, 1874 год». Это чтобы на всякий случай никто не подумал, что Толстой наш современник. Он опять стучит. Да, короче говоря, я не буду, естественно, описывать весь фильм, по ходу которого я неистово страдал, потому что больше и дряни. Я лично в жизни своей не видел. Но я знал, по крайней мере, что это будет дряни, шелуха. Значит, это что такое, если я представляю, я скажу. Это блестяще, блестяще упакованная, крайне оригинально упакованная, абсолютная пустота. Вот представьте себе коробку. Прекрасная упаковка, масса всяких неожиданных вещей. То бантик в виде полового члена, то еще какой-нибудь лейбл в виде, так сказать, других органов, принадлежащих, так сказать, не сам, так сказать, иного пола и иных убеждений. То какой-то рисунок, то какие-то неожиданная такая финтифлюшка, то вдруг в коробке срезан угол. Вообще на все это хочется смотреть. Это ты вертишь так ее, да? Там масса мулек, масса мулек. Порой очень смешных, порой очень, значит, забавных и прикольных. Но внутри этого всего даже не вакуум, а просто ледяная пустота. Ничего, ничего. Фильм можно смотреть в те редкие минуты, когда на экране появляется Каренин, то есть Джуд Лоу. Он спасает фильм. Чем? А с мысленностью поведения. Это единственный актер, я не знаю, я не думаю, кстати, что ему режиссер это объяснил. Не думаю. Я думаю, что он сам читал одну Каренину, пусть в английском переводе, и что-то понял. Ну, то есть, так сказать, он понял главное. Смысл? Да, он понял смысл. Мессаж, так сказать. Что она Каренина, это роман о Каренине. Не об Анне, не о Вронском, не о Сереже. И даже не о Царской России. Не о Царской России. Не о Долли, не о Бенче Тверской. Не о Стиве, не о каком. И не о Левине. Нет, нет. Нет, не о Левине этот роман, он о Каренине. Он о неистовых мучениях нормального человека, который живет в Хлеву. Вот о чем этот фильм и этот роман. Так вот, Джуд Лоу, как мне кажется, это понял. И это блистательно. Не сыграл, нет. Прожил. Да, он показал, вот он это показал. Понимаешь? А не слишком ли он внешне юный для Каренина? Ты понимаешь, очень хороший грим. Очень хороший грим. Его старили? Очень хороший. Его не столько старили, сколько солиднили. Его сделали солидным членом Государственного Совета России тех времен. Ну, получилось? Ну, если учесть позолоченную оправу для Пенсне, то получилось. Но, в общем, конечно, вот Каренину в этом фильме больше сорока не дашь. Если Гриценко играл, помнишь, Советского, да? Гриценко играл старика-старика. То здесь, в общем, если Каренин и старше своей жены, то, так сказать, не намного. Возраст Гриценко был тоже перебор. Должно быть нечто среднее. Наверное. Но тут, ну, если вот этот Каренин и старше своей жены, то не намного. Не намного. Вот. Все, что не касается появления на экране Джуда Лоу, все, что не касается Каренина, страшная, жуткая, скука, тащища, гремящая чепуха, моментами, ну, чудовищная пошлятина. Там есть такой момент, когда почему-то, почему, я не могу понять, почему. Вот фильм крайне дорогой. Ну, крайне дорогой. Почему пожалели денег на русскую девушку, которая за кадром поет романс «Красота твоя с ума меня слила». Почему надо было сделать так, чтобы этот роман спел, во-первых, фальшиво, во-вторых, почему надо было, чтобы его пела «Красота твоя с ума меня слила». «Кинодурбин». «Ослепила». «Да, обжимал». Почему это надо было делать? Я не понимаю. «Колорит». Почему там есть кадр, например, где зал, в котором сидят русские чиновники, играющие друг с другом в ладошки, почему половина этих чиновников одета в бабьи платки? Я мучительно думаю над этим вторые сутки. Я не понимаю. Ну, окей. Ставка кратко. Я тебе просто скажу, что… Американцы, Голливуд, почему-то, я с тобой совершенно согласен, абсолютно не заморачиваются подробностями реалий российских. Почему? Возьмите консультанта. Масс, да. Который будет стоить 14 копеек. Вот, понимаешь, причем снимают… И будет счастлив. Это ужас. То есть снимают ли они фильм о Джейнсе… Почему фильм о Джейнсе Бойке, или о астронавтах, русский генерал КГБ, называется Трофим Никодимович? Почему? Да, да, это все. Конец ставки. Все. То есть вот это все, вот этим фильм совершенно изобилует, какими-то жуткими нелепостями вообще. Ну, я не хочу все это перечислять. Короче говоря, он абсолютно пуст и издевательски нелеп. И единственное, что я могу поставить в заслугу режиссеру, что такой плотности выдумок, мулек, приколов, штучек, дрючек и фенечек на один кадр я не встречал в своей жизни. То есть хочется на экран смотреть вот так, потому что в каждом углу понатыкано мулек, 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 фенечек всяких. Да, да. Очень много мулек и фенечек. Очень много. И все это хочется еще раз и еще раз посмотреть. Но это такая, такая клюква жуткая, такой лубок, такой кич, такой невыносимый придурочный балаган. Так это все подло и отвратительно, что для меня это просто какой-то, ну, последний уже просто плевок, блин. Юр, извините, а ты вообще какие-нибудь еще фильмы о Анне Каренина видел? Да, конечно, более того, я чего хохотал-то? Я сравнивал этот фильм с самым первым американским фильмом Анны Каренина 30-х годов, 30-е годы, и американцы сняли Анну Каренин, где Вронский там лазал под стол, там, показывалось буйство русского офицерства, как они пьют водку там, знаешь, пьют водку и водкой запивают. После этого вдруг с балайками лезут под стол, какие-то появляются бабы в кокошниках. То есть, вот у них как остались пещерно-примитивные кукольные представления о России, вот так это все и есть. На уровне масс-культуры. Абсолютно, то есть они понятия не имеют до сих пор, что это за страна, кем она населена, кто здесь живет, что здесь происходит на самом деле. Это неинтересно. Это вот Бриджит Бардо, которая дура пишет. А слонарта. Да, да. Да, понимаете? Но как это так? Ну, вы Голливуд. У вас полно ими... Нет, подожди, ну потратите... Нет задачи проработки подробностей. Нет задачи в принципе. Окей, я согласен. То есть нет задачи в принципе. Нет задачи в принципе. Понятно. Главное сделать красивую мульку. На мульку могут уйти миллиарды. Ну да. А еще 14 долларов на... Нет, никогда. Согласен. Вот, то есть я вышел оттуда, ну... Отплюванный. Да, я слышал мельком, как Быков выходя кричал убить, убить. Я с ним совершенно согласен. Я тоже бы это действие произвел. Ну, на самом деле, больше всего меня знаешь, что убивает? Меня убивает обилие умных людей. Ну, я их считаю умными людьми. Которые? Которые хвалят этот фильм. Называют его потрясающим произведением. Говорят, надо идти. Это роскошно. Как сказал Паин Кертенев. В здоровом теле здоровый дух. На самом деле одно из двух. Я понимаю, это моя иллюзия. Или это ум такой. Или в конце концов я дурак. Не может же такого быть. Людям изменяет вкус. Ну, ум это... Я еще раз хочу сказать. Саша, ты меня знаешь, Андрей, ты меня знаешь. Если есть далекие вещи друг от друга, то это я и кино. Я не разбираюсь в кинематографе. Совершенно не разбираюсь. Я смотрю кино и сужу всегда на уровне ферментов. Мое не мое. Не надо разбираться к кинематографе. Нет, ну люди там, знаешь, смотрят кадр. Сколько воздуха там. Да ладно. А вот эта краска. Ты прекрасно с... Количество мулей, которое ты... Нет, есть взгляд. Нет, ты помнишь? Нет, ну хорошо. Ну да. Но ты помнишь, например, вот это механическое... Неоконченное кресло двигателя. Я помню, как люди восхищались. Там есть кадр, где мальчик спит в конце. И крестик. Да, и крестик. И солнце играет. Вот. Я к своему стыду, например, когда смотрел этот фильм первый раз, этого не заметил. Ну и что? Ну, наверное, это выдает во мне низкого ценения. Нет, не выдает. Короче говоря, я что хочу сказать? Что я оскорблен. Вот я просто, вот я дико... Причем я оскорблен всем. Я оскорблен ценой билетов. Нет, ну это запредельно. Я оскорблен поведением зрителя. Вот я оскорблен, я тебе клянусь, я оскорблен. Я оскорблен тем, что в современной стране могут купить завешенные деньги в России и показывать людям это говно. Вот это вот, да? Я совершенно оскорблен поведением умных людей, которые кричат, что это выдающийся шедевр. У меня ощущение, что я нахожусь в сумасшедшем доме. Ну не могут же массы людей быть неправыми, таких умных, продвинутых людей. Ну не может же такого? Наверняка я ошибаюсь. Но я оскорблен, вот я могу сказать, да? Мне просто плюнули в душу. Честное слово, это я клянусь. У меня есть две реплики по этому поводу. Подержи, пожалуйста, этот предмет. Нормально, не мучайся сильно. У меня есть две реплики по этому. Реплика номер один. Во-первых, как ты уже сказал, что ты в кино не особенно разбираешься. Ты рассматриваешь кино как ожившую книгу. Ты сравниваешь его с литературой. Я много раз говорю, что это большое заблуждение, что надо смотреть как отдельное произведение искусства. То есть надо пытаться, вот это вот именно та возможность какой-то внутреннего, какой-то работы над собой, чтобы отделять одно от другого. Отделять фильм от книги. То есть когда человек идет на фильм, пытаясь увидеть там то, что он себе представил, читая книгу, он очень часто бывает разочарован. Я сам внутри себя с этим боролся долго, наверное, лет два. Вот сейчас мне это помогает, то, что у меня это получилось. И, предположим, прочитав какую-то книгу, будучи ей восхищен или огорчен, я не пытаюсь увидеть это на киноэкране. То есть в принципе это другая Анна Каренина. Это одна история. Но я почему еще хотел сказать, что у меня две есть реплики. Вторая реплика, это у нас с тобой маленько совпали. Ты смотрела Анну Каренину, а я сейчас смотрю. Я сейчас смотрю английский, британский сериал, по одному из моих любимых прозвений Булгакова, британцы молодцы, они поставили в прошлом году записки юного врача Булгакова. Да ты что! Это гениальное произведение. Я ценю его выше, чем мастер Маргариты и прочую фуфлоту. Я очень люблю эту вещь. Ее мало кто ставил на самом деле. Русские пытались, по-моему, в начале 90-х. Морфи, это не... Морфи оттуда же кусочек. Но это мне не понравилось. Но вопрос не об этом. Тут поставили полностью все записки на врача. Но, тут есть как бы, я об этом уже писал, есть свои плюсы и минусы. Плюс то, что они в принципе его поставили. Второй плюс, я считаю, очень хороший кастинг. Причем на роль, там, знаешь, там они взяли немножко спойлера, они уникальный сделали ход. Там одновременно врача вот этого играют два человека. Юный врач, сам который приехал, и уже его взрослый прототип, он как тень за ним ходит, такая легкая шизофрения. Вместе с юным постоянно ходит уже взрослый. И взрослый очень удачно похож на самого Булгакова. А юного играет Рэдплиф, то есть тот самый, который играл недавно Гарри Поттера. И в ней было даже еще важно две вещи. Не только смотреть Булгакова, а я еще сейчас стараюсь, я уже второй фильм смотрю с Рэдплифом, стараюсь посмотреть, будет ли мне мешать вот этот вот шлейф Гарри Поттеровских его работ. И я рад, что второй фильм мне это не мешает. Вот никак. То есть я все раз подчеркиваю, что это хороший актер. Что мне никак вот эти вот, сколько там было, 9 фильмов, они никак мне не помешали воспринимать его в совершенно другой роли. Но вот то, что ты сейчас рассказал про Ранну Калинину, она сильно, очень сильно перекликается с тем, что я вижу в записках юного врача. Во-первых, это далеко не самое смешное произведение Булгакова. Это страшная вещь вообще. Ну вот там, не знаю, вот я сейчас борюсь с собой тоже, пытаюсь понять, это хорошо или плохо. Он весь изобилует черным юмором. То есть там они юморят очень... Семейка Адамс? Ну, можно сказать, да. Он очень сильно юморит. То есть, как предположено, ампутируют ногу там девочки. То есть еще всякие вещи. То есть там очень много юмора. Ну это глупо. То есть как он вырывает зуб. Может, ты помнишь, что он солдат вырывает зуб в скуском челюсти? Он его таскает буквально по полу над этими щипцами. Это очень глупо. Это министр Питкин. Ну вот то и дело. Вот очень много Питкинцев щены там. Это раз. Второе. Вот именно то, что ты сказал про Ранну Калинину. Мне просто так бесит. Постоянная калинка-малинка на заднем плане. Вот это просто убивает. Но при всем при том, я даю должное. Работа актерская хорошая в большинстве случаев в своем. То есть, по крайней мере, там не так много сейчас актеров занято. Ну, в целом, в целом, очень и очень убедительно. Это раз. Второе. Я в любом случае, даже пускай так, я благодарен тем, что экранизовали это произведение Булгакова. И что не русские о нем вспомнили, а британцы. Вообще, русским нужно тут же стать страшно стыдно, я считаю. Да я тебе умоляю. Ну, неважно. Ну, то есть, вот поэтому, ты мне сейчас вот рассказывал про Ранну Калинину. И я вот просто у него в ушах. Ты параллелил. Звучит саундтрек из булгаковского вот этого сериала. Мы с тобой посмотрели два таких попкорновых на русские темы фильма. Саша как раз смотрел в это время что-то очень русское. И он, прикинь, в фейсбуке даже написал четыре строчки. А ты взял аккаунт, что ли? Я же не знаю. В прошлом году, Юрт. Ну, я был вынужден завести, поскольку для Эрундопеля нужно было завести лично. Так бы, конечно, жизни не было. И прикинь, он второй раз в жизни что-то написал. Первый раз написал про фильм «Рассказы». В этот раз он написал вот про то, что он постановил недавно. Опять четыре строчки выдал. Это какой героизм, блин? Моя киносудьба. Счастливее вы. Последних двух недель, в отличие от ваших киносудьб, сложилось совершенно иным образом. Гораздо более счастливым, я снизу сказать, просто счастливым. Господи. Ибо я посмотрел и открыл для себя совершенно удивительного актера, а потом, как выяснилось, и режиссера Виктора Шамирова. Началось все с того, что я посмотрел, уже не помню откуда взявшийся у меня, видимо, скачанный фильм «Упражнения в прекрасном». Уже по названию понятно, что это, скорее всего, хорошее кино. Я прошла его иронически. И упражнения в прекрасном. Ну, как бы сюжет в двух словах о том, как актеры едут на гастроли в другой город. И вот что это за люди, что происходит по дороге, что происходит там. И вообще. Ну, как обычно, самое главное, вот это и вообще. Ну, да. И один из этих актеров меня совершенно потряс, как только он появился в кадре. Как только он начал говорить, как только он начал выглядеть. Я впал, у меня очень редко бывает такое, потому что это настолько сильная внешняя фактура, речевая фактура, совершенно выпадающая из того, что я слышал, видел. Это какой-то совершенно новый для меня тип говорения, игры, даже не игры, а пребывания в кадре. Осмысленно. Я был просто в шоке. Я давно уже не в шоке от подобных. Я обалдел. И потом уже я вдруг сообразил, что режиссер этого фильма один из актеров. И страшное подозрение закралось внутрь меня. Не сценарист ли он еще? Нет, а случайно не тот актер, который меня потряс? И это он. Виктор Шамиров. Упражнение в прекрасном. Но на этом история не закончилась. Она только началась. Потому что, обнаружив сейчас идущий в прокате фильм «Со мной вот что происходит» в одном кинотеатре, и узнав о том, что режиссер этого фильма Виктор Шамиров и одну из ролей исполняет Виктор Шамиров, который уже лежал, я просто стримглав. И был вознагражден, потому что он там прекрасен и как актер, и, в общем, это хорошая режиссерская работа. Что фильма первого упражнения в «Прекрасном», что фильма «За мной вот что происходит». Ну, я воспользовался рекламой, афишей, сайтом афиши, где просто перечень того, что идет. А где это идет, реклама, но это стоит того. Да, это ограниченный прокат, это клубный фильм, Эльдар Хаус. Да, это как обычный, никому не нужно, потому что смотри выше, твои реплики. Да, это все понятно. То есть мы были в зале вчетвером. Но я уже привык к этому, и это прекрасно. То есть это ужасно, но это прекрасно. Никакого подпорна, но это киноклубный фильм. Эльдар, это как бы такое, там идут нормальные фильмы, в общем. Они как бы с этим следят. Слушайте, ну это просто, этот человек мне совершенно потряс. Он москвич? Как актер. Да, он москвич, он заканчивал, я потом уже что-то почитал там о нем. В 96-м году он закончил ГИТИС мастерскую, мастерскую Захарова. И у него, значит, это не первый, не второй его фильм. Но все, что он снял до того, это как бы путь вот к этому. Потому что «Упражнение в прекрасном» 11-го года фильма, а самое вот, что происходит, 12-го года. То есть это вот на каш. Вот-вот-вот только. И он театральный режиссер. А где деньги, Зим? У него... Но это малобюджетные фильмы? Ну да, это малобюджетные, да. Но они, вернее не «но», а это разные вещи. Они режиссерски сняты, интересно. То есть человек знает, что он делает. Человек владеет ремеслом, но этого мало, он еще владеет вкусом. И в общем, я просто, ну, не просто советую. Не просто советую, просто это была настоящая радость. Завидую. Сходите, потому что это еще идет. Если не сможете застать в кино, значит, просто, ну, там, не знаю, но в конце концов всякие файлы. А это имеет какое-то отношение к стихам? Конечно. Это вообще перекличка с фильмом. С «Судьбой»? Да, только очень тонкая, не грубая, не лобовая. А очень, очень своеобразно. Это название? Но там еще есть стихи Евтушенко, кроме этой строчки? Не помнишь? Ну, там не столько стихов. Нет, там нет стихов как таковых. Там есть мелодии. Ага, мелодии. Я прочел, а я причем прочел, ну, мелодии вот из-за того. Ну да, ну да. Вот прочел в одном из его интервью Шамирова о том, как супруга покойного Травердеева разрешила им, там, без денег, использовать две мелодии, так сказать, узнав, что за фильм, о чем. Ну да, ну да. Вот, Вера. Ну, молодец, что разрешил. И они как-то вот хорошо. Это молодые ребята. Весмотря на то, что там снимался и в том и в другом фильме актер, к которому я отношусь, очень осторожно, Гоша Куценко. Да, я тоже. Вот, очень осторожно. Все равно, это хорошо. Все равно хорошо. Гоша Куценко там неплохо. А это молодые ребята, да? Ну, нет, ну, Шамиров, Шамиров, там, года 43-44. Ну, для режиссера это... Не, не, выглядит он за 50. Так что все нормально. А, понятно. Да, все нормально. Там со спиной много видней, что не одно. Идите. Идите уже. И смотрите. Да. Ой, красавчик. Ну, давай пока. Пока-пока. Домой пошел, да. Домой пошел. Водка пить. Водка. Кораби закусывают лобстеры с азарат. Хе. Новый год. Новый год. Дед понос. И зайцы. Новый год. Продолжение следует... Продолжение следует...